Лопина. Четвертый день соревнований, а значит сегодня у нас будут и финалы, и полуфинальные заплывы, ближайший из которых это будет финал на эстафете 4 по 50 метров вольным стилем мужчины. Дальше еще три финала подряд, это 50 бат женщины, 100 комплекс мужчин и 100 комплекс девушки. Далее небольшая передышка, сначала полуфинал на 50 бат у мужчин, дальше три церемонии награждения, немножко выдохнем, вспомним лучше и опять в бой. 400 вольный финал у женщин, 50 вольный финал у мужчин. Далее полуфиналы на 50 на спине у девчонок, три церемонии награждения, ну и собственно финишный рывок. Финал на 50 на спине, полуфиналы на 100 брас, с участием даже Юлии Ефимовой. Это наверное самое отрадное, что у нас происходит сегодня, хотя опять же женские полуфиналы на 50 на спине тоже с Настей Фесиковой. Ну, посмотрим. Ну и в концовочке у нас финал в эстафете 4 по 200, королевая мужская. Тоже, как вы понимаете, неинтересно быть не может. Ну и конечно же награждение. Награждение в концовочке. Опять-таки полтора часа молниеносной трансляции. В общем, какой-то у нас очень быстрый чемпионат. Вроде бы и дистанции все на месте. А вот полуфинальчиков иногда не хватает. Напомню, что у нас чемпионат, в котором 50 и 100 идут с программой полуфиналов. А вот начиная с 200 метровок предварительные и, собственно, главные восьмерки. Вот этой средней стадии нет. И уже как-то вроде бы и дистанции не хватает. Ну, нет, ничего. Все нормально. Напомню, что отбираемся мы на чемпионат мира. Если мне память не изменяет, то буквально завтра, да, завтра у нас должен состояться президиум или исполком федерации, который должен уже утверждать выездной состав в Абудабе. Ну, может быть, даже к нашему завершению или к началу нашей трансляции завтрашней, ну уж почти 100% к воскресной, мы уже будем знать выездной состав в Абудабе. Ну и, может быть, немножечко его обсудим. Так или иначе, сегодняшний день начинается. И сразу же готовимся к заплыву на 4 по 50 метров вольным стилем мужчины. Сегодня утром шли предварительные. Ну и, честно говоря, я ждал появления команды Калуги. Ну, вспоминаем, что на одной из первых эстафет на этом чемпионате, не помню, только в первый же день, или, да, в первый же день 4 по 100 вольный выиграла команда Калуги. И, учитывая, что там очень неплохие спринтеры собрались, я думал, что 4 по 50 сейчас тоже Калуга жахнет. Но потом я понял, что Фесиков сегодня плывет 100 комплекс в финал, буквально через два заплыва. И, конечно же, без него эстафета будет несколько по-другому выглядеть. Ну и так, если посмотреть, то практически все калужане разобраны по финалам. Ну и, собственно, без них. Собственно, без них. Очень удивительно, но одна из сильнейших команд не выставилась на этот турнир. Не менее удивительно то, что две команды Москвы не попали в восьмерку. Да, да, вторая команда Москвы заняла девятое место, а первая команда Москвы стала десятой. Тоже, как вы понимаете, сюрприз. Ну, вот кто попал, мы того и будем любоваться. Вообще много было заявок, в частности, 24 коллектива вышли на старт. И это с учетом, что некоторые сборные, ну, например, я еще раз говорю, Калужской области не нашли в себе резервов. Две команды не появились, были заявлены, но не появились. Но меня радует 24 коллектива в предварительном, это, как вы понимаете, уже определенный уровень. Нам представляет судейскую бригаду, а мы, собственно, готовимся к первому финалу. С лучшимым результатом в эту восьмерку влетел Челябинск. Уж от кого бы я не ждал, но да, здесь получилось так, что Челябинск, причем, может быть, не очень много, всего лишь 4 сотых выиграли у первой команды Санкт-Петербурга. Но Челябинск у нас, я не припоминаю, чтобы это было очень быстро и ловко на протяжении последних там нескольких сезонов. Татарстан пока 4-й вместе с Новосибирском, ну, 3-й, 4-й с одинаковыми временами и всего лишь 3 десятых от двух лидирующих команд. Питер 2-й командой также влез в восьмерку. Здесь же будет Краснодар, здесь же будет Пенза и Алтай. Вот эти команды опередили две сборные Москвы. Что делали москвичи в этих заплывах? Ну, знаете, вот опять же, давайте о больном, да? Накануне я говорил о том, что Москва, такое ощущение, что переходы вообще не тренируют. Вот как можно в мужской 4 по 50 делать переходы? Я вот прям смотрю, вторая команда Москвы, переход с первого на второй, 53. Со второго на третий, 65. С третьего на четвертый, 42. Ну, вот посчитайте, полторы секунды на переходах. Ну, это куда вообще? Мы что плывем-то? Полторашки, что ли? Мы все-таки 4 по 50. Ну, и первая команда Москвы не лучше. Первый переход 44, второй 42. Ну, и там в конце Никита Данилов пытался что-то изобразить. 0,9. Но этого, конечно, уже было недостаточно. Обе команды Москвы вылетают из финала. Ну, а мы начинаем представлять тех, кто умеют делать как надо. И восьмая дорожка. Это Алтай. Плывут Ласов, Пукин, Звонов, Черноусов. За Пензу по первой дорожке Харланов, Ларин, Павлов, Кузьменко. Сейчас мы видим Краснодар. Левченко, Хаданович, Бабченко, Покнатый. Далее вторая команда Санкт-Петербурга. Косинков, Федькин, Марьян, Волынский. Кстати, парни все довольно молодые. Юниор, правда, всего один. И то через месяц уже перестанет им быть. Но второй, третий год. Татарстан. Мерзляков, Черкасов, Назипов, Квернадзе. Новосибирск. Тоже не в оптимальном составе. Сегодня некоторым новосибирцам плыть финалы. Поэтому вот что набрали, что называется. Обловацкий, Шумилов, Бравцов, Десятов. Данила Маркова, конечно, не хватает. Но помним, что он влетел в личный полтинник. А сегодня будет 50 вольный лично. Представляете, 450 королевая мужская. И в этот же день финал на 50 вольный. Вот, собственно, и все объяснения. Первая команда Санкт-Петербурга. Кукушкин, Толстов, Татаренко, Павлов. Ну и, собственно, Челябинск. Хужин, Пьянзин, Брунов, Михайлов. Тоже, кстати, парни не очень взрослые. Хужин 96-го, остальные 2-го, 1-го годов рождения. Но мы видим, что парни не юниоры, но уже... Но уже быстренькие, быстренькие. Сейчас повторюсь с лучшим результатом. Влетели в финал. Челябинск, честно говоря, с незапамятных времен. Не помню, чтобы команда Челябинска что-либо выигрывала на чемпионате страны. Соседи, Свердловчане, особенно девчонки. Да, бывало. А вот чтобы парни... Ну, поглядим. Поглядим. 4 по 50 вольный. На первых этапах. С первой по восьмой дорожку. Харланов, Косенков, Обловацкий, Хунжин, Кукушкин, Мерзляков, Левченко, Власов. Ну и пока Денис Хужин очень даже неплохо принимает старт. Здесь Челябинск не зря находится в лидерах. По-моему, лидирует все-таки Татарстан, Мерзляков. Сейчас посмотрим. Да, действительно, Мерзляков первый передает. Но там небольшая разница. Харланов пока второй. На вторых этапах. С первой по восьмую дорожку. Ларин, Федькин, Шумилов, Пьянзин, Толстов, Черкасов, Ходанович, Пукин. Ну и что? В центре действительно обозначается соперничество Челябинск-Санкт-Петербург. Очень неплохо смотрится команда Пензы. На третьих этапах с первой по восьмую. Павлов, Марьян, Боровцов, Брунов, Татаренко, Назипов, Бабченко, Звонов. И опять-таки Челябинск не зря в центре. Мы это видим. Подкатывает Новосибирск. Ох, не хватает им лидеров. Ну и последний этап. С первой по восьмую. Кузьменко, Волынский, Десятов, Михайлов, Павлов, Квернадзе, Пухнат и Черноусов. Ну что, Новосибирск или Челябинск? И похоже Челябинск. И похоже Челябинск. И касание... Слушай, тут действительно... А что, Бензасар? Не понял. А как это? А как это? А как это? Ничего не понял. Ну давайте с вами разбираться, что, собственно, получилось. Я видел, что Челябинск выиграл, да? Нет, Пензенская область? Откуда? Где? Пенза плывала по первой дорожке. Там же вроде бы в центре борьба была. А, Челябинск дисклифицирован. Вот теперь разобрался. Вот теперь разобрался. Да, ну, хорошо. Пенза, получается, выиграл. Ну, а где, собственно, была ошибка? Несколько странно было на последнем этапе, мне кажется. Слишком большой отрыв у Пензы, у Челябинска был. Я, честно говоря, не усмотрел. Я не очень внимательно смотрел при переходах. Но сейчас наверняка будет протокол. И мы увидим, где, собственно, была ошибка у команды Челябинска. Чуть было не створили сенсацию. Заплывка, как таковой, вроде бы руками выиграли. Но, как оказалось, несколько нарушили правила. Где это было, на фальшстарте или на переходе, мне пока неведомо. И мне в глаза эта ошибка не бросилась. И каким образом Пенза оказалась все-таки лидером. Вот здесь, мне казалось, все-таки борьба. Новосибирск и Челябинск. Вот сейчас финиш. Да, слушайте, ну там Пенза даже чуть ли не лично и выиграла. В принципе, да. Беру все свои слова назад. Все было хорошо и красиво в исполнении Пензы. Потому что на последнем этапе-то у Пензы отработал так лихо. Это у нас... А, Иван Кузьменко, многократный чемпион страны. Да, ну это отчасти многое объясняет. Так, результатов пока нет на официальном сайте Федерации. Поэтому чуть позже сделаем разбор. И, наверное, это будет уже ближе к награждению. Поэтому сейчас плавненько переходим к девчонкам на 50 бат. Тем более, что финал значительный. Марина Кравченко закрыла финал с элитатом 26-56. Она будет путь по восьмой дорожке. Она представляет Пензу. По первой дорожке Софья Сподаренко. Представляет Тюмень. Ну и Софья у нас опытный довольно человек. В финалах очень частенько замечено. Полина Малахова. Санкт-Петербург. 2006 год рождения. То есть юниорка еще два года будет. Сезон следующий. И сезон 2023 даже еще будет считаться юниоркой. Даша Клепикова. Также юниорка, но только на протяжении следующего года. 2022. Она представляет Воронеж. И Даша уже стала бронзовым призером на 100 вольных. Если мне память не изменяет. Света Чемрова. Причем представляет Санкт-Петербург. Это, наверное, самое любопытное, что я упустил за минувшие полгода. Светлана попала в финал. Получается с четвертым результатом. 26-27. Она многократный рекордсмен страны. Ну, на 200 метров потерфляем. В обоих водах на 100 бат. По-моему, в длинный рекорд ее. А в короткой у Сурковой. Сейчас, честно говоря, не помню. Боюсь ошибиться. Полтиннички уже все прибрала себе, по-моему, Арина. Могу ошибаться? Ну, как-то кажется так. Анита Греченко. Новосибирск. Пока третья дорожка. И третий, соответственно, результат полуфиналов. Даша Васькина. Даша Васькина оказалась третьей. Заплывая на 100 на спине. Ну, вот сейчас на 50 баттерфляй. У нее второй результат. Проигрывает, правда, многовато. 26, даже больше. 32 сотых. Она уступает Арине Сурковой по итогам полуфиналов. Причем, Арина Суркова является рекордсменкой страны в данной дисциплине. Она проплыла вчера на секунду хуже своего же личного рекорда. То есть, у нее там еще запас прочности. Очень сложно выиграть этот заплыв. Но Васькина может быть второй. Васькина переходит потихонечку в этот разряд не столько спинистов, сколько спринтеров. То есть, она вот уже на 50 бат заявилась. Думаю, что со временем на 50 вольный мы ее увидим. Легко. Ну, и, кстати, мы не против. Мы не против. Нам спринтер никогда не помешает. Хороший спринтер это... Ну, не полкоманды, конечно. Но все эстафеты это точно. Итак, Подаренко, Клепикова, Грищенко, Суркова, Васькина, Чемрова, Малахова, Кравченко. Восьмерка финалисток заплыва на 50 баттерфляйт девушки. Рекорд мира Терезалс Хаммер. 2,438, соответственно, это же рекорд Европы. Арина Суркова владеет рекордом страны. Ну, и юниорские рекорды России принадлежат Розалии на середину. 26,03. Ну, и, кстати, и Клепикова довольно близка к этому показателю. Ну, и Полина Малахова теоретически может зацепить. Правда, там полсекунды. Больше, чем полсекунды надо забрасывать. Ну, что, Суркова. Ее лидерство здесь не обсуждается. Васькина, по-моему, вторая. А Чемрова чуть было не попала. А попала третья. Хотел сказать, что она четвертая. Но нет, все-таки третья. Ну, я бы сказал, что все правильно, все по делу. Можно было бы переживать за Свету. Ну, хотелось бы, чтобы она поднялась на повыше. Но мне кажется, Даша Васькина и сейчас вот это серебро гораздо важнее. Света, наверное, удовлетворится результатом. Кстати, Клепиковой до юношеского рекорда страны не хватило 11 сотых. Вот, наверное, где самая главная обида. И не в тройке, и без юношеского рекорда. Ну, целый год впереди. Так что, Даша, пожелаем. Еще раз повторюсь, рекорд от Розалии на середину 26-03. Ну, и, собственно, вот Даша была в 10 сотых вот этого показателя. Немножко обидненько, но на чемпионат мира наверняка Даша Клепикова не претендует... Нет, претендует в эстафету 4-поста кролевую, как мы знаем. Она была третья на 100-метровке. Но полтинник, наверное, там батом плыть не придется. А вот на Кубке Сальникова вполне можно... Да, собственно, что торопиться? У нас еще целый сезон впереди. Правда, здесь вопрос в том, что у нас заканчивается сезон короткой воды. Потом будет очень длинное полугодие в полтинниках. И вот будет ли Даша Клепикова готова через год опять творить чудеса? Лучше, конечно, сейчас где-нибудь на Кубке Сальникова бахнуть. И уже дальше входить в следующий сезон уверенно и готовясь к новым рубежам. В целом, конечно, заплыв 50 оставил хорошее впечатление. 50 батерфляем девушки. Так, далее у нас заплыв на 100 комплекс мужчины. Вот здесь должно быть интересно, потому что вчера, хихикая двое парней, Пасынков и Фесиков, в одном заплыве плыли в полуфиналах, вместе попали в финал с лучшими результатами. Вот сейчас посмотрим, что это хихиканье нам позволит увидеть в финале чемпионата страны. Пока эти двое проплыли по 52 с большими. Напомню, что рекорд России, а некогда это был рекорд мира, 50-26. Понятно, что туда не догрести, но поглядим, что получится. Леша Павлов, Санкт-Петербург. Восьмая дорожка, закрыл финал 54-82. Егор Сучков, двойной зачет Пенза-Саратов. Дорожка первая. По седьмой Дмитрий Мальцев, Тюмень. Мастер спорт международного класса. Ну, если не обращать внимания на Сергея Фесикова, можно сказать, что самый возрастной, самый опытный. Мальцев уже, по-моему, не выпадает из финала в чемпионат страны лет 10 минимум, а то, может, и больше. Очень знающий спортсмен. Но, опять же, в Тюмени, я так понимаю, звезда номер раз. Егор Корнев, Санкт-Петербург, юниор, по-моему, да, у нас четвертый год у парней, еще в этом сезоне юниоры. По-моему, даже и в следующем, по-моему, 2003-й даже парни юниорами считаются. Уже все запутался. Москва. Алексей Сергеев, дорожка номер 6. Антон Волошин, Калуга. Третья дорожка. Вот вопрос со спринтерами Калуги. Вот, посмотрите, в одном финале сразу же и Фесиков, и Волошин. Ну, конечно, там команду всю разобрали. Данил Пасынков будет плыть по дорожке номер 5. Он у нас рекордсмен страны на 200 метров. Здесь уже 200 метров выиграл. Ну, вот, собственно, сейчас 100 метровка. Игра частично призовая. Не забудем, что у нас есть чисто теоретический Морозов для выступления на чемпионате мира, который вроде бы отправился от болезни. Правда, сейчас не имеет стартовой практики, но на Кубке мира вроде бы выступал и набирал ход. У нас есть Климен Колесников, который обладает рекордом мира среди юниора в этой дисциплине. У него, правда, большая будет нагрузка и без того, другие дистанции. Но вот вопрос, кто поплывет в 100 комплекс. Я думаю, что у Колесникова и Морозова, что называется, право первой ночи, они здесь должны выбрать, будут плыть, не будут. И в случае, если они поплывут, тогда, наверное, меньшее количество людей отбираются сегодня. Но может случиться так, что Морозов не может. Может быть, он сейчас начнет готовиться к сезону 50-метровых заплывов. А у Климента и без того хорошая нагрузка. Поэтому сейчас решаются две путевки на мир. Фисиков и Пасынков. Дорожка 4-5. Разница в возрасте лет 5. Почему так в неизвестном? 5 лет разница в возрасте. Сережа здесь самый опытный. 89-й год рождения. Кто хочет, посчитает возраст. Ну и пока Фисиков здесь не испортил ни одного заплыва. Более того, ради этой 100-метровки комплексом не плыл полтинник вольным. А мне кажется, он бы там выиграл бы этот заплыв. Но напомню, что Сережа Фисиков в свое время на 100-комплекс имел рекорд мира. И судя по всему, когда Сережа в хорошей форме, 100-комплекс прямо-таки горит. На полтиннике все-таки лотерейка. А на 100-комплекс Фисикова не догонишь. Вот мы сейчас один из таких заплывов наблюдаем. У Фисикова большое преимущество. Удивительно, но в полуфиналах Фисиков кролем подпустил к себе Пасынкова. Думаю, это была просто тактическая уловка. Хотя сейчас темп невысокий. И такое ощущение, что соперники догоняют. Правда, что ли? Правда. Но все равно 52-05. Сергей Фисиков первый, Пасынков второй, Волошин третий. Не понимаю, почему Фисиков так подпускает в кроле. Уж у него-то должно просто от зубов отскакивать. И на 51-м, наверное, мог сейчас выплывать. Ну, почти и выплыл, собственно. Мальцев проиграл 0,03 Волошину в борьбе за бронзу. Было бы тоже красиво, если бы он там постоял. Но я думаю, что Антон на своем месте. Поэтому все при своих. Мальцеву чуть не повезло. Но везет у нас сильнейшему. Это непреложное правило. Далее тот же заплыв. Сто комплекс, только девушки. И здесь свое важное соперничество. И свои важные попытки установить рекорд. У нас на сегодняшний день юношеский рекорд страны принадлежит Настя Сорокиной. Настя попала в финал с третьим результатом. Пока ее показатели полуфинальных на 9 десятых слабее ее же рекорда. У Насты Сорокиной заканчивается юниорский возраст. Через месяц мы уже юниоркой ее не назовем. Поэтому у нее остается буквально, ну, наверное, два заплыва. Тот, который мы будем видеть в следующем. И тот, который может состояться на Кубке Сальникова. Вот, по большому счету, и все. Потому что сомнительно, что сейчас Сорокину выиграет 100 комплекс. А второй результат вряд ли будет рассматриваться для участия на чемпионате мира. Потому что, опять-таки, есть Маша Каменева. Маша Каменева 100 комплекс сейчас плывет очень неплохо. Она стала серебряным призером Европы. Проиграв всего лишь одну сотую. И думаю, что Маша захочет плыть эту дистанцию в Абудабе. Поэтому, если уж у нас здесь кто-то и отбирается, то это только победитель. Ну, вроде бы все рассказал, да? Еще у нас будет две юниорки. Кузнецова и Машкина. Но девочки 2006 года рождения. У них, что называется, запас прочности еще два года. Как говорится, еще доплывут они до этих рекордных строчек. А сейчас момент Х для Насти Сорокиной. Она будет плыть по третьей дорожке. Мы уже наблюдали ее на 400 метровке. И там Насте не хватило трех десяток до рекорда страны. И четырех десяток до юношеского рекорда Европы. Ну, а сейчас мы наблюдаем Вику Машкину. Приморье. 2006 год рождения. Закрыл финал со временем 1-2-44. Саша Цветковская. Воронеж также участвует в финале. Привык я все время говорить о Саше, как о нашей одной из самых перспективных юниорок. Но уже не юниорка. Уже, причем, два сезона как не юниорка. Саша Кузнецова. Тоже 2006 год рождения. Санкт-Петербург. Маргарита Дрямина. Дорожка номер 2. Удмуртия. Яна Шакирова. Вот, кстати, еще одну юниорку пропустил. И тоже из Санкт-Петербурга. Дорожка номер 6. Но у Яны год запаса. То есть она в следующем году юниорка. Дальше уже все. Взрослое плавание. Настрой хороший. Посмотрим. Ну, вот, собственно, Настя Сорокина. Ее личный рекорд 59-98. Это юношеский рекорд страны. Ну, и сейчас, независимо от того, какое место она займет, желательно бы, конечно, из минуты вылетать и делать новый рекорд страны. Там до рекорда Европы далековато. Все-таки 57-59 Настя Шкурдай. Но стараться же надо. Настя Карзунина на ваших экранах. Нижний Новгород. И в центре Ирина Шваева. Кстати, финалистка последнего чемпионата Европы. На прошлой неделе чемпионат Европы проходил в Казани. И Ира Шваева была, по-моему, в двух финалах. Или нет. В одном финале. А во второй в полуфинале была. Но не сумела попасть в основную восьмерку. Причем, по-моему, это на 100 комплекс произошло. А на 200, по-моему, Ира была в восьми сильнейших финалистках чемпионата. Опять же, в последующем интервью мы узнали о том, что Ира тренировалась, тренировалась, закончила профессиональную карьеру. Три года перерыв и вновь вернулась в бассейн. Вот действительно, знаете, через год вернуться, это я помню. Это я слышал. Маша Темникова, по-моему, вернулась через два. А вот через три года, ну, это прям-таки ничего не вспоминается. Аналогов я не помню. Ну и пока у Шваевой лучший результат. 59-08. Я все ждал, что Сорокина в полуфинале за Шваевой пойдет. И таким образом выплывет из минуты, установив новый юношеский рекорд. Но этого не произошло. Там Шваева сразу же ушла в отрыв. Сорокина даже не зацепилась. Вот сейчас мы их наблюдаем. Если мы считаем по дорожкам, то от нас третья дорожка. Желтый купальник. Это Сорокина. Чуть дальше Ира Шваева. А лидирует пока Настя Корзуньна из Нижнего Новгорода. Нет, уже не так. С подводы все по-другому смотрится. Саша Кузнецова вторая. Причем Саша Кузнецова у нас также юниорка. Может, зря за Сорокину переживаю. Может, у нас все хорошо с юниорскими рекордами будет и без нее. Но нет, уже опять Шваева впереди. Корзуньна, Сорокина вторая, третья. И, по-моему, четвертая там Яна Шакирова. Тоже, кстати, юниорка. Ну и что у нас на финише? С победой Шваевой мы не сомневаемся. Сорокина, по-моему, вторая. Да, и сколько у нас получилось? Эх, минута тридцать. Минута тридцать две сотых. Это до рекорда юношеского. Не хватило Сорокиной тридцати четырех сотых. Ну, а Иру Шваеву поздравляю. Послабее, чем в полуфиналах. В полуфиналах было 59.08. Сейчас 59.41. У Сорокиной до юношеского рекорда страны не хватило тридцать четыре сотых. Но сделала почти все, что смогла. Кстати, еще одна юниорка, Яна Корзунина, минута сорок четыре. Ей до юношеского рекорда не хватило сорока трех сотых. И целый год запаса. Если у Сорокина остался один старт, то Яна Шакирова на следующий год может спокойненько, с этим совсем разобраться и приблизиться не только к юношескому рекорду страны, но и побить его и приблизиться уже к европейским достижениям Насте Шкурдай. Не знаю, получится, не получится. Будем уже внимательно следить на следующих турнирах. Ну, а сейчас так уже начинаем немножечко отдыхать. Полуфиналы. Полтинник Баттерфляй. Вообще можно ли отдыхать на полтинниках Баттерфляем? Не знаю, но мы с вами будем стараться. Хотя скорость тут, конечно, на заглядение. Напомню, что сегодня у нас финал на 50 вольный и практически одни и те же фамилии. Первая восьмерка. Петр Жихрев по первой дорожке. Данил Антипов по второй. Александр Абшаров по третий. Данил Марков с лучшим временем попавший в финал на 50 вольный. Плывет по четвертый. Вот, кстати, Новосибирску не хватало, конечно, Маркова. Егор Юрченко. Это я имею в виду в эстафете 4 по 50. Егор Юрченко по пятой дорожке Тюмень. Олег Костин. Наконец-то вспомнил, что он дельфинист. По дорожке номер 6. Денис Хужин по седьмой. И Лето Толстов по восьмой. Вот весь сезон, этот сезон, причем даже не сезон, а, наверное, весь год, еще и на чемпионате России в Казани в прошлом году Костин в основном выступал брасом. Причем там и 50, и 100. Я понимаю, что отбор на Олимпиаду по 100 метровкам, поэтому надо было подтягивать ту дисциплину. Но вот как-то затем прям совсем один брас пошел. По-моему, даже тренировался с Чубковым какое-то время. И, собственно, вот про бат мы начали забывать. Но нет, Олег Костин сейчас на ходу, как раз по шестой дорожке, лидирует сейчас в заплыве. Напомню, что Костину принадлежит рекорд России 22.07. И у Олега в этом заплыве все прекрасно. Там еще и немножечко не попал в Казани 22.34. До рекорда страны не хватило 18 сотых. Ну, вот Олег в порядке, да. Сам приятно удивлен. В предварительном Олег был менее убедителен. Там было 23.42. Сейчас 22.34. Марков второй. Юрченко, Обшаров 23.32. Жихрев пока пятый. Вот здесь 23.32, 22.33. Вот где-то здесь будет граница попадания в финал. Кто это сделает? Собственно, погляди. Вторая восьмерка. Виталий Завьялов дорожка номер один. Павел Пахомов. Завьялов из Камчатки. Пахомов из Москвы. Садовников представляет Калининград по дорожке номер три. Роман Шевляков. Санкт-Петербург по четвертый. Лучший результат предварительного раунда 22.7. Уже Костин проплыл 22.3. На пятой дорожке Саша Попков. Также из Санкт-Петербурга. И тоже из 23. Утром. Данил Пахомов. Дорожка номер шесть. Никита Ульянов на 100 бат был третьим. Сейчас плывет по дорожке номер семь. Александр Прибыток. Восьмая дорожка. Тоже Санкт-Петербург. Ну и мне только осталось добавить, что сегодня 16 сильнейших. Закрылось 23.94. Итак, четвертый результат предыдущего заплыва 23.32. Пятый результат 23.33. Ну вот, собственно, чем ответить второй полуфинал. Исходя из предварительных, три человека плыли быстрее этих показателей. Значит, кому-то нужно упираться быстрее, чем утром. Смотрим. Я так, наверное, веду Шевлякова. И он попадает в разворот неплохо. Руки приходят точно. Никакой потери скорости. Без дыхания, без единого вдоха. Ну, на полтиннике 20 секунд еще дышать. Тоже мне. 22.63. Ну, тоже интересно. Попков, Пахомов. Все это с 23. И нам интересно, что же там на границе восьмого места. Результат на табло официальный. Но мы-то их еще пока не видим. Так, и нам сразу восьмерку. Костин, Шевляков, Марков, Попков, Юрченко, Пахомов, Садовников, Пахомов. Два результата 23.15. И, собственно, на этом все. Все, кто проплыл и слабеет 23.15, в финал не попадают. Ну, это все, что нужно знать про минувший полуфинал. Меня порадовало, что все-таки седьмое и восьмое место одинаковое, не восьмое и девятое. Иначе мы бы с вами еще переплыв сейчас наблюдали. Ну, а далее у нас награждение. Церемония награждения. Напомню, что у нас 4 по 50 вольным уже разыгран. Кстати, я обещал результаты. Да, иногда вовремя вспомнить, значит, забудьте. Опять Елена Дендибирова на ваших экранах. Так, у нас получилось... А что у нас получилось? Константин Пьянзин сделал фальстарт. Хунжин первым этапом 22.26. И у Пьянзина переход минус 17. Напомню, что по международным правилам, по-моему, минус 3 еще не является фальстартом. Но вот минус 17, это, конечно, уже перебор. Дальше 28-25, ну, имеется, Бурунов, Михайлов. То есть они вроде бы выполняли все нормально. Но у них ни времен, ничего нет. И Челябинск в итоге дисквалифицирован. Не слышилось чудо. Вроде бы и Калуга не плыла, но и Челябинск, как говорится, подвел. Так, у нас Пьянзе оказалось самое быстрое. И здесь Саша Харланов, по-моему, передал эстафету первым сюда на 22.16. Чего-чего? А вот этого я от Харланова не ожидал. Потому что он-то родную 100-метровку не очень-то может выиграть. Ну, а здесь на полтиннике вольным первым этапом 22.16. Сегодня, кстати, финал будет на 50 вольный. И посмотрим, 22.16, какой результат будет соответствовать в этом финале. Харланов порадовал. Дальше с переходом в 14 сотых. Это я специально для Москвы говорю. С переходом в 14 сотых. Роман Ларин 21.76. Егор Павлов с переходом 17. 22.33. И Иван Кузьменко на последнем этапе. Переход, кстати, длинноватый. 29. Но 21.40. Новосибирск. Обловацкий 22.56. Шумилов долго стоял на переходе 37. Но проплыл за 21.88. Боровцов 19 сотых на переходе 21.38. И Десятов 22 сотых на переходе 22.08. Ну и, наконец, Питер кое-как влез в троечку первой командой. Кукушкин на первом этапе 22.19. Десять сотых на переход у Толстого и 21.75. Татаренко 41 сотая перехода 22.38. Ну и, наконец, Леша Павлов 23 сотых и 22.18. Вот такая недолго получилась. Причем первая команда у Санкт-Петербурга выиграла у второй команды Санкт-Петербурга 18 сотых. Да, ну и получился самый быстрый результат из всех участников. 21.40 у Кузьменко, да? Да, 21.40 у Кузьменко. Было еще у Черноусова 21.68. Волынский 21.85. Ларин 21.76. Шумилов 21.88. Толстов 21.75. Федькин 21.82. Ну что ж, я думаю, что все эти фамилии мы сейчас в финале увидим. Ну вот каково после эстафеты сейчас рубиться в личном финале, и это будет интересно. Вот, собственно, награждение эстафетчиков. Чуть позже заплыв на 50 бат девочки. Ну и, собственно, финал на 100 комплекс у мужчин. Ну что, начнем награждение мы с эстафетчиков. И Санкт-Петербург получает бронзу. Еще Татаруско, Сенков. Нет, простите, Кукушкин, Толстов, Татаренко, Паулов. Толстов только что полтинник батом проплыл. Дебил переодеться? Кого это интересует? Можно же еще и замену поставить? Владимир Валерьевич Сальников проводит награждение. Четырехградный альпийский чемпион. Не вижу, кому и за что благодарность, но, по-моему, успел прочитать водным видом спорта. Думаю, что идет награждение дворца. Да? Или чего? Сдюшор. Экран. Сдюшор. Экран награждается за содействие проведения, я так понимаю, этого чемпионата. Потому что это родные пенаты экрана с недавних пор. Ну и, конечно же, школе надо было сильно подвинуться. Ну, хотя, как ты не подвинешься чемпионат страны? Ты же сам в этом участвуешь. Но это же взрослые участвуют. Есть еще огромный пласт детей, которые сюда не отбираются. Но это все нужно раздвинуть и, собственно, провести чемпионат. Итак, Санкт-Петербург. Кукушкин-Толстов, Татаренко-Павлов. Ребята, кстати, тоже не все возрастные. Самый старый. 99-го года рождения. Паша Татаренко. Остальные ребята. 2001-го или 2002-го года. Самый сок. Еще шаг. И национальная сборная. Ну, хотя так, наверное, про призеров говорят. Имеется до личных заплывов. Эстафетчикам здесь, конечно, тяжелее. Ну, все же мы начинали зарабатывать медали с эстафет. Да, практически все. Новосибирск. Причем первая команда Новосибирск. Там еще вторая, оказывается, была. Первая команда. Причем без Данила Маркова. Марков сегодня уже полтинник батом пронесся. Впереди еще полтинник вольным. Конечно, эстафета была несколько лишней для спринтера. Ну, Абловацкий, Шумилов, Боровцов десятых. Что называется, не испортили. Выиграть не выиграли. Три десятых уступили. Мне казалось, в Челябинском они боролись до последнего. Но там что-то с касанием не задалось. Вернее, Иван Кузьменко на последнем этапе за Пензу. Так же, как Саша Харланов на первом этапе. Так же, как Роман Ларин на втором. Сотворили маленькое чудо. И, собственно, выиграли этот заплыв. С преимуществом в 25 сотых, да? Да, в 25 сотых. Нам показывали это касание. Ну, и там действительно, мне кажется, даже если бы Челябинск не сняли, все равно Пенза оказалась бы лидером. Уж очень хорошо касался Иван Кузьменко. Когда он выступал за Волгоград, по-моему, даже был чемпионом страны на 50-вольный. Было это, кстати, недавно, буквально два сезона назад. Но вот сейчас он украшает команду Пензенской области. Еще раз повторюсь. Харланов, Ларин, Павлов, Кузьменко. Ну, и еще раз повторюсь. Харланов под команду. Ну, 22-16. Это было неплохо. Тут, конечно, Мерзляков 10, Кукушкин 19. Но все-таки давайте поглядем в глаза. Саша Харланов выиграл 200 бат. Вот когда у нас такие дельфинисты были быстрые, я, честно говоря, не припоминаю. Ну, и опять-таки, если у тебя такая скорость, а где ты на 100-метровке? И почему, собственно говоря, мы не начинаем быстрее? С такими скоростями можно и замахнуться на Шекспира. Можно и о рекорде мира подумать на 200 бат. Если у тебя в кроле 22-16. Ну, значит, там со скоростью, со спринтом все более чем хорошо. Так, ладно, это все лирика. 50 бат девушки. Вспоминаем, что у нас Даша Клепикова чуть был недоплод до юношеского рекорда страны, но оказалась четвертой. А вот новоиспеченная Санкт-Петербурженка Света Чемрова стала бронзовым призером. 26.08. Даша Васькина поддержал честь Москвы и стал серебряным призером. Причем получилось, что на спине она так высоко не поднималась. Правда, у нас еще полтинника не было. Он, кстати, сегодня полуфинал и ближе к завершению. И там, конечно, без Васькиной никак. Но пока, вот если считать, был заплыв на 100 на спине, да, и вот сегодня 50 бат. Пока у Васькиной батом лучше получается. Но еще раз повторюсь, впереди полтинник на спине. Хотя там Суркова заявилась. Вот Васькина плывет батом, а Суркова плывет на спине. Каково? Мне тоже нравится. Арина Суркова именно на полтиннике батом впервые появилась на небосклоне чемпионата страны. На 50 бат впервые установила рекорд страны. Дальше начала плавать кролем. Сегодня мы ее будем наблюдать в полуфинале на 50 на спине. Ну, то есть заняли одно местечко. Начинаем потихонечку расталкивать локтями остальных на других дистанциях. Все правильно. Таков спорт. Итак, Суркова, Васькина, Чемрова. Прекрасная тройка призеров на 50 бат. Все представители национальной сборной. Хотя, Даша, Васькина в Олимпиаде не участвовала. А вот Арина и Света. Во-первых, заняли первое и второе место на 100. Плюс Арина еще кролем там, по-моему, помогала команде. Ну, а Света была в финале на 200 бат. Ну, а теперь 100-комплекс. У парней там тоже была своя, ну, не то чтобы трагедия, а небольшая разница между третьим и четвертым местом. У нас четвертым оказался Мальцев. Проиграв всего лишь три сотых Антону Волошину. Ну, Антон и лучший летат в полуфиналах показал. Поэтому, наверное, больше заслужил. Ну, и сегодня 53-74. Без вопросов. Третий. Данил Пасынков в конце что-то догонял, 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 догонял. Вот я не могу понять, то ли Пасынков стал хорош кролем, то ли Сережа Фисиков что-то там на последнем, на четвертом этапе. Может, умирал уже. Ну, то есть 100 метров это длинновато. Но, в общем-таки, ничего и не понял. Надо бы еще раз посмотреть, Что ж, такое ребята исполняли. И Сергей Фисиков у нас сегодня 52-05. Это, по-моему, вторая победа Фисикова на этом чемпионате. К сожалению, не плыл полтинник вольным. Я думаю, что он там был одним из фаворитов. Но в угоду вот заплыв у нас 100 комплекс пропускает вторую свою кормящую дистанцию. Хотя, ну, как кормящая. Она и разочарование приносила Сергею. Вспомните отбор 16-го года, когда у Фисикова в последний день Единственный шанс попадания в сборную – это быть вторым на полтиннике вольным. И вроде бы все складывается к тому, что он второй после Морозова. И касается третьим, проигрывая, по-моему, пару сотых Лёше Брянскому. И, собственно, Брянский едет на Олимпиаду, а Сергея Фисиков нет. Был такой у нас. Давно практически никто не помнит. Я сам, честно говоря, не помню. Наверняка напутываю в этой истории все фамилии, даты и адреса. Ну, а у нас далее финал. Дистанция 400 вольной. Ну и женщины, что немаловажно. А это значит красота, грация, мощь, сила. Ну и нерешенные вопросы дня вчерашнего. Напомню, у нас вчера был заплыв на 800 метров вольным стилем. И, казалось бы, человек, который должен был быть в троечке, но, как показала практика, стал чемпионом. Валерия Сломатина начинала 4.08 и развернулась 4.13. Сегодня утром, с лучшим временем, в финал попала Саша Быкова. 4.13. А Лера Сломатина позволила себе утром, ну, откровенно купаться на 4.16. В принципе, в бою все те же. Хайлова по первой дорожке. Мы вчера обратили внимание, что у нее две равные 400 метровки. Зачем, не знаю. Может быть, сейчас на 400 разберемся. Хайлова будет плыть по крайней первой дорожке. Здесь же Лера Егорова, она попала в финал с третьим результатом. Саша Быкова, она вчера была третьей. Яна Курцева, вчера была вторая. Сегодня тоже со вторым результатом вошла в финал тоже 4.13, но с большими. Соломатина будет плыть по шестой. И появляется Настя Гуженкова. Для Гуженкова основной дистанцией, конечно, является 200 метров. Но правило, хочешь плавать 200, готовься к 400, никто не отменял. Поэтому Гуженкова здесь. И заплыв будет очень любопытный. Два наших лидера, Анна Егорова и Настя Кирпичникова, не участвуют в данном развлечении. Скорее всего, они-то вдвоем и будут плыть на мире. Но мы сейчас смотрим ближайший резерв. Что же там за ними? Что у нас есть еще? Не дай бог, кто-нибудь из наших лидеров что-нибудь потеряет. Либо форму, либо мотивацию. И, собственно, чем менять? Надеюсь, этого не произойдет в ближайшие годы. Ну, девочки, которые сейчас выйдут на старт, наверняка на что-то такое надеют. Не, они, конечно, надеются обогнать в честной борьбе и так далее. Софья Шишко закрыла финал со временем 4.19.31. Она у нас 2003 года рождения, представляет Москву. Вот Саша Хайлова на минувшем отборе олимпийском. Она проиграла только Насте Кирпичниковой длинные дистанции. Чуть-чуть не добралась до отбора. Могла бы быть как раз на олимпийских играх. И она еще и юниорка. Правда, последний месяц, но юниорка. Напомню, что у нас рекорд страны юниорский 4.03.08. Вот, наверное, туда Саша Хайлова и может жахнуть. Настя Куженкова, я про нее говорил. Она у нас бронзовый призер чемпионата Европы в Глазго на 200. Ну и хочет плавать 200, будет любезно в два раза длиннее выходить на старт и отрабатывать. Вера Козлова представляет Санкт-Петербург. Кстати, Куженкова Хмао, Хайлова, Санкт-Петербург. Далее Соломатина. Вчера выиграла 800, причем с таким очень приличным результатом. Не готов спорить о личном рекорде, но думаю, что где-то близко около того. Представляет она Свердловская область. Ну и уж, если она вчера 800 выиграла, то 400. Она главный фаворит, тем более, что она начала к 4.08. Лера Егорова. Санкт-Петербург, Калининград. Утром было 4.14. Накануне, по-моему, Лера была третьей. Нет, третьей кто у нас был-то? Нет, третьей Быкова была. Соответственно, Лера была четвертая на 800. Яна Курцева на ваших экранах. Ну, всегда, когда мы представляем Яну, говорим о том, что она экс-рекордсмен страны на 1500 в коротких бассейнах. Ну и вот за последние полгода она проявила себя как лидер национальной сборной в открытой воде. Там, правда, Кирпичникова еще выступала на Олимпийских играх. Но вот если Кирпичникова не воспринимать, у Кирпичникова сейчас в бассейне достаточно нагрузки. Вот если на Кирпичникова не обращать внимания, то Яна Курцева становится прям-таки лидером открытой воды в России. Ну и в центре Саша Быкова 400 метров вольным стилем и Саша Быкова. У меня сразу же всплывают самые приятные ощущения. Наверное, это что было? Чемпионат Европы или это был Кубок Мира? Ну вот не помню, какой это заплатный. Наверное, чемпионат Европы. И в финале несколько россиянок, и самый быстрый из них как раз Саша Быкова. Ну вот она и 400 метров. Гуженкова тогда была обыграна, Соломатин тогда была обыграна, Курцева. Не помню, была ли в том финале или нет, но Саша Быкова со всеми справилась. Она, кстати, представляет Санкт-Петербург, а Яна Курцева представляет Волгоград. Итак, Хайлова по первой, Быкова по четвертой, Курцева по пятой, Соломатина по шестой. Гуженкова, на всякий случай, дорожка номер семь. Ну и я, честно говоря, ожидаю сразу же с первых метров отрыва в лице Валерии Соломатиной. Кто удержится, будет в троечке. Очень надеюсь, что сегодня Саша Хайлова будет плыть несколько по-другому, чем вчера. Я не против двух равных половин, но никогда это в борьбе за пятое место. А вот, кстати, Хайлова четвертая была. Я вот все пытаюсь натянуть. То представил Леру как четвертого, то кого-то еще. Ну вот, действительно, Саша Хайлова, по-моему, была вчера четвертой на 800 с двумя равными половинами. И мне это не понравилось, потому что я ждал ее в борьбе за золото. А Соломатина действительно уходит. Уже на первом полтиннике корпус. К сотне. Корпус от ближайшего преследователя, коим является Курцева. Ну и пока неинтересно. Пока у нас победитель определяется буквально на взлете. Курцева пытается цепляться. Немножко скорости не хватает. Но вчера и длинной дистанции не хватило, честно говоря. Получился Соломатин на каждой сотне. Курцева привозила по секунде и больше. Ну вот и получился отрыв. Во сколько там? Больше 10 секунд. Пока третий у нас идет Валерия Егорова. Четвертая, если я правильно вижу, Быкова. Хайлова опять что-то не торопится. Потом посмотрим опять раскладку. Наверняка две равные половины. Еще раз говорю, прием красивый. С точки зрения подготовки вообще замечательно. Не удивлюсь, если мы будем на отборе видеть Сашу Хайлову опять не просто в призах, а может быть даже в непосредственной близости от Насти Кирпичниковой. Ну вот чемпионат зачем так отдавать? Это же все-таки титул. Лера Соломатина возьмет все. Ей она всеядна. Она уже набылась второй, третий, четвертый, какой угодно. Поэтому золото собираем. Все, что предлагается. Две минуты на развороте. Напомню, что у нас рекорд страны. 3.58.25. Для того, чтобы его установить, Лере Соломатину нужно 200 метровку разворачивать 58. А я думаю, что Лера так сейчас не готова. У нас, по-моему, 55 Никонова 200 метровку выиграла. Даже не 55. Ну, в общем, это сложно. Тем не менее, в район 4.02. В район 4.02 Соломатина проплыть может. Еще раз повторю, вчера 4.08, она начинала на 800. Так, у нас немножко меняется троечка, потому что Курцева у нас вроде бы вторая, а Гуженкова по седьмой дорожке потихонечку выгребает на третью позицию. И поступательно она движется интереснее, чем Курцева. Плюс у Гуженковой лучший финиш. Да и бойцовские качества ее всем известны. Я не говорю, что у Яны Курцевой бойцовские качества хуже, потому что все-таки человек полторашки плавает 10 километров. То есть тут в бойцовских качествах даже не идет речь. Тут все хорошо, все в порядке. Но Гуженкова считается у нас бойцом эстафетным. Человек, который может через немогу, человек, который может уже в оборочном состоянии показывать хорошие результаты. Ну и Саша Быкова потихонечку, полегонечку обходит ту же Курцеву, контролирует Егорову. И с большим потенциалом, наверное, будет третий в этом заплыве. А у нас до финиша остается всего лишь 50 метров. Это я имею в виду Валерия Соломатиной. Гуженкова там вроде бы вторая, причем тоже пытается финишировать. И Быкова, 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 Быкова финиширует. Интереснее. Во всяком случае Соломатину она тоже уже обошла. Причем смотрите, за 50 метров и Курцевой, и Егоровой уже корпус накрутила. Потом надо будет все-таки раскладочку рассмотреть на четырествольный. Очень любопытный показатель нескольких девочек. И Гуженкова что там вытворила, а сейчас начинает проигрывать. Кто третий? Егорова. Гуженкова вроде бы так хорошо включилась на третьей сотне и умудрилась проиграть касание. Лера первая, Саша Быкова вторая, и Валерия Егорова финишировала третий. Гуженкова четвертая, Курцева пятая. И будем ждать раскладок, потому что Хаилова опять 4-13. Боюсь, что там 2-6 на 2-5. Кстати, а что я придумал? Наверняка уже результаты есть. Есть? 10? Ну, пока нет. Пока нет, поэтому во время награждения по судачам по этому поводу. За кого больше всего рад? Ну, Быкова молодец. Про Леру здесь вообще только превосходные тона. За Егорову, конечно, доволен. Ни одной Аней. Ну, вот у нас теперь еще и Валерия есть. И тоже видно, что прогрессирует. Сейчас у нас, конечно, после 400 метровки вольным. Самое время посмотреть финал на 50 вольный. Мужчины. И это будет интересно. Сегодня утром, вернее, не утром, а вчера вечером 21-24, показал Данил Марков. Рекорд России принадлежит Володе Морозову 20-31. Понятно, что до рекорда мы не доплывем. Но результаты из 21 всегда приветствуются. И, кстати, ну, буквально элитарные спортсмены это могут. Вот на моей памяти у нас из 21 выплывало, ну, человек 6, не больше. Да, то есть это Морозов, Колесников, Кузьменко, Седов. Кого бы еще приплести. Фисиков, мне кажется, выплывал из 22. Правда, не в последние два сезона. Наверное, все. То есть, мне кажется, Влад Гринев 22 не менял. Я не помню, что Бминаков выплывал из 22. Кого здесь еще приплести? Честно говоря, уже даже не знаю, кого приплести. Но результаты из 22, это прям-таки не историческое, но это рубеж. Это действительно круто. Это действительно есть о чем рассказать внукам. Почему я говорю из 22? Из 21, конечно же. Рекорд мира 20-16. Рекорд Европы 20-26. Рекорд России 20-31. Юношеские рекорды это 20-70 у Евгения Седова. Ну и, собственно, Александр Боровцов закрыл финал 21-98. Саша Абшаров в Татарстан по первой дорожке будет плыть. Он, кстати, в эстафете участвовал. Но Татарстан, по-моему, там не сумел попасть в троечку. А Боровцов в составе Новосибирска, по-моему, на третьем этапе, стал призером чемпионата страны Серебряным. Александр Попков только что плыл полтинник батом и не попал в восьмерку. Да? По-моему, да. Иван Кузьменко. Я говорил о том, что именно он заканчивал пензенскую эстафету. Был он чемпионом страны. Выплывал он из 21. Это точно. Вопрос, когда это было и готов ли сейчас повторить. Илья Шевченко, Москва. Дорожка номер 6. Этот парень у нас по-прежнему, конечно, всех радует. Потому что, посмотрите, выходит в основном мастера спорта, мастера спорта международного класса. Илья Шевченко даже на чемпионате страны прошлого года вышел к МС. И оказался в тройке призеров. Так бывает. И до сих пор КМС. Дмитрий Жаворонков на ваших экранах. Дорожка номер 3. Самара. Ну а далее, наверное, самый главный возмутитель спокойствия. Павел Самусенко. К этому моменту выиграны 100 бат. 100 спина. Полтинник на спине у нас сегодня. Или вчера был финал. Я уже запутался. По-моему, сегодня еще полтинник на спине будет. И вот сейчас 50 вольный. Неугомонный Павел Самусенко. Мурманск. И в центре Даниил Марков. Не с лучшим временем попавший в финал на 50 бат. Но думаю, что не расстроившийся. Лучший результат предварительных на 50 вольный. Причем не просто лучший. А две десятых преимущества. А две десятых преимущества. Это солидно. Сейчас главное не сделать ошибки. По юниорам. Даниил был очень хорош. Очень сложно в спринте подняться с юниорского возраста. Но Даниилу это получается. По-моему, Россию еще не выигрывал. Имеется в виду взрослую, большую Россию. Даниил Марков пока еще не выигрывал. А вот Самусенко уже только за вчерашний день два раза. Причем на таких полярных дисциплинах. Если здесь еще и кроль есть. Ну, прям-таки совсем будем дифирамбы петь в Мурманску. Итак, 50 вольный мужчины. И поехали со стартом. По-моему, ни у кого проблем нет. И Марков вылетает из-под воды. Лидером. Заходит на поворот лидером. Причем с большим отрывом. Теперь нужно из-под воды справиться. Ну, мне кажется, тут без проблем. Самусенко подкатывает. Но у Маркова есть преимущество. И это... Ну, мне казалось, там из 21 было. Но 21-21. Думаю, что это первая победа на чемпионате страны Данила Маркова. Ну, и вы видите реакцию. Не думаю, что эта победа дает пропуск на чемпионат мира. Потому что, еще раз говорю, у нас есть два штатных спринтера. А именно, у нас есть Володя Морозов, рекордсмен страны. И у нас есть Климент Колесников. Поэтому победа Даниила очень хорошо. Самусенко, кстати, посмотрите, всего лишь 13 сотых проиграл. Вот, казалось бы, там много. А опять в касание влетел идеально. Я не знаю, что Самусенко. То ли везет безумно. Хотя, ну, как везет? Два четвертых места на Европе. Вот, если уж про кого говорить, везет. А, может быть, из-за двух четвертых мест на Европе сейчас ему судьба возвращает. Должочки-то. Может быть такое. У нас обычно все возвращается с Торицей. Но вот если бы выиграл, тогда точно за две те деревянные медали ему судьба возвращает. А сейчас вроде второй. Вроде как и недоволен, наверное. Но думаю, что опять награждение увидим в довольно ехидное лицо. Поэтому все должно быть хорошо. Хорошо. Дальше полуфиналы. Нинсансы 50 метров на спине. Жду их тоже безумно. Потому что здесь вот нам сейчас показывают Сашу Курилкину, Лизу Чмыхову. Ну, давайте всех назовем. Ангелина Пряникова. Дорожка номер один. Башкатарстан. Анна Марина Кравченко по второй Пенза. Лиза Агапитова, выигравшая 100 метровку. И второй, бывшая на 200 метров на спине. Сейчас плывет по третьей дорожке. Анахмау Югра представляет. Саша Курилкина, Санкт-Петербург. Со вторым результатом предвариловки на четвертой дорожке. Елизавета Чмыхова, Москва по пятой. Настя Дуплинская по шестой дорожке Новосибирск. Влада Еги. Ну, наконец-то Влада Еги попала в полуфинал. Она плывет по седьмой дорожке. Почему устаргаюсь Влада Еги? Потому что в прошлом году на детском чемпионате, ну, это было просто что-то сверхъестественное. Собственно, и на взрослом чемпионате Влада Еги, по-моему, в трех или четырех финалах поучаствовала. А вот здесь в Питере пока я первый раз вижу. И то пока в 16 сильнейший. Дальше Сурушкина по восьмой дорожке. Последняя участница первого полуфинала. Применительно к Саше Курилкиной. Надо сказать, что она юниорка. Причем еще следующий год будет юниоркой. Рекорд страны в этой номинации у Даши Устины 26.90. Маша Каменева владеет рекордом Европы. Там несколько разный подсчет по возрастам. 26.15. Ну, вот, собственно, туда Саша Курилкина и настраивается. У Саши очень неплохой старт и поворот. Сегодня утром проплыла 27.67. Но для победы этого, наверное, будет недостаточно. Хотя не очень большое преимущество Даши Васькиной было утром. Получается, у Курилкиной 67, а у Васькиной 59. Причем Васькина уже только что проплыла полтинник батом. Хотя у Даши, по-моему, такая подготовка, что ей полтинник просто проснуться. Курилкина 27.46. Ну, вот, по жесту вы видели. Ну, так вроде нормально. Выиграл полфинал. Уже хорошо. Завтра финал будем наблюдать. Так, Агапитова, Кравченко, Чмыхова. 27.82. Вчера в эстафете Дуплинская плыла вместе с Фесиковой. И привезла ей солидно преимущество. Там было в десятых три, не меньше. И вот сейчас мы увидим Настю Фесикова. Дуплинская уже в финал не попала. Потому что она шестая в своем заплыве. И думаю, что минимум два, ну, получается, минимум три человека ее обгонят в следующей восьмерке. Давайте представим всех участниц второй восьмерки. Саша Коптель на Санкт-Петербург. Дорожка номер один. По второй Настя Осипенко, Красноярск. Арина Суркова по третьей дорожке. Да-да, Арина Суркова из Новосибирска, выигравшая сегодня 50 бат. По третий. Даша Васькина, бывшая в том же заплыве второй. По дорожке номер четыре. У нее лучший результат предварительных заплывов. 27.58. Надежда Винюкова, Санкт-Петербург. По пятой. Настя Фесикова по шестой. Вчера Настя Фесикова стала чемпионкой страны в эстафете. Ну, посмотрим, что будет в личном. Даша Устинова, та, что из Свердловской области, плывет по седьмой дорожке. Она здесь стала победительницей на 200 и второй на 100 метровке. Ну и, наконец, поле Егорова, Башкатарстан. В составах эстафет победительницей юношеских олимпийских игр. Ну, что еще сказать. Вот Устинова, чуть дальше Егорова, чуть ближе Фесикова. Вот то крыло прям прославленное. Ну, хотя там все участницы, Васькина, Суркова, это тоже знаменательные имена для нашего плавания женского. И вот так получилось, что все в одном полуфинале. Итак, на выходе. Я бы не сказал, что Васькина выиграла. Я бы больше сказал, что Надежда Винюкова лидирует. Фесикова заходит на поворот последний. Это они о чем пока не говорят. Настя может в концу очки нагрести. Винюкова-Васькина. Винюкова-Васькина. Вроде бы Васькина первая. Фесикова там вроде бы со всеми, но вроде бы последняя. Васькина-Вустинова-Винюкова. Это троечка. Что там дальше? Сейчас нам покажут сразу восемь. И судя по тому, что мы видим сейчас, у Васькина и завтра прям-таки золото на лбу написано. Очень сложно будет проиграть. Васькина, Курилкина, Гапитова, Устинова, Винюкова, Суркова, Кравченко. Фесикова восьмая. 27-80. Вот когда человек заслужил, ему даже сверху помогают. Две сотых. И все-таки Настя в финале. Ну а все остальные, как вы видите, нет. Далее у нас церемония награждения. Сначала мы посмотрим на счастливые лица девчонок, проплывших в 100 комплекс. Напоминаю, что это Ира Шваева победила в этом заплыве. Дальше 400 вольной девушки. И здесь опять на Леру сломать, но полюбуемся. Ну и, наконец, 50 вольной мужчины. Данил Марков с результатом 21-24, по-моему, да, или 21-21 выиграл заплыв на 50. Еще раз повторюсь, к чемпионату мира это, наверное, имеет очень посредственное отношение. Хотя на чемпионате мира будет заплыв 4 по 50 кролевая. Понятно, что у нас еще есть там исполнители, которые наверняка на других дистанциях отобрались. Но думаю, что Марков как минимум для эстафеток будет приглашен. Хотя, ну что я все время придумываю? Вот я не помню по объявлениям, то ли сегодня, то ли завтра в первой половине, то ли в воскресенье в первой половине пройдет президиум-исполком федерации. И там будет объявлен и утвержден выездной список национальной сборной в Абу-Даби. Он может быть еще открытый, то есть там 2-3 фамилии еще можно будет дописать. Ну и, собственно, мы будем знать все, я не знаю сколько, 30-36 имен. Ну и, наверное, в последней сессии, напомню, в воскресенье у нас трансляция начинается на час раньше, то есть в 17 часов не пропустите. Для тех, кто пропустит, вот сейчас сразу говорю, что в самом начале начну объявлять и обсуждать список. Да, вот кто пропустит, потом вопросов не задавайте. Думаю, что это для кого-то будет важно. Итак, награждение у нас, да, 100 комплекс девочки. Смотрим красивые картинки. Что-то Лера вчера была рада, а сегодня что-то не удовлетворена. Может быть там результат ей не понравился. Сейчас посмотрим, что было с результатом. Я упустил, я, честно говоря, за другими наблюдаю. А, кстати, я же про 400 вольный обещал раскладку. Да, вот когда пообещаешь. Итак, Лера Соломатина. 4.04.67. Не знаю, чем она была недовольна. Начала 200 метров за 2 минуты 25. Развернулась 2.04. По-моему, вполне. По-моему, вполне. Быкова. 4.07.32. Начало 2.3. Ну, здесь почти равные половины. Но мы видели, что Быкова в конце прям нагребала, нагребала. В конце буквально на третьей-четвертой сотне обошла Курцеву, обошла Гуженкову. Ну, то есть Быкова тоже там 2 равные половины вытворяла. Лера Егорова тоже 2.3 начала и, собственно, 4.08. Гуженкова неплохой выдала третью сотню. Здесь было 1.2, а вот завершала 1.3 с лишним. Курцева Хайлова меня больше всего интересовала. 2.5 начала. 2.5.6. Ну, и, собственно, 2.7 закончила. Ну, понятно, что могла побыстрее. Ну, ладно. Так, давайте сначала с комплексом. Ирашваева, Настя Сорокина, Яна Шакирова. Две юниорки на подиуме. Начнем награждение с Яной Шакировой из Санкт-Петербурга. Она у нас юниорка и еще и следующий год. Кстати, Игорь Горин, один из вице-президентов Всероссийской Федерации, наверняка подъехал уже вот на тот самый исторический исполком, на котором будет принято решение о выездном составе национальной команды. Итак, Яна Шакирова. Ну, слушайте, ну, Краснодар, он есть Краснодар, да? Хочу пожать руку, значит, пожму. А соперница только кулачок. Ну, так бывает. Хотя, вроде бы, Игорь Горин у нас ростовский. Чего Краснодарским так переживать? Ну, вот надо было Насте Сорокиной пожать руку. Ира Шваева. Ира Шваева, Санкт-Петербург, 59-41. И, похоже, у нас с коротким комплексом нормализуется ситуация. Во всяком случае, там уже конкуренция. Сорокина никуда не денется. Шакирова не пропадет. Каменева не исчезнет. Может быть, Вика Андреева-Белякова восстановится. Ну, есть еще Ира Шваева. Кстати, не сдалась, не сдалась еще Кривоногова. Совершенно не сдалась. На 400 комплекс была вторая. Мы еще и на 200 наверняка ее увидим. В общем, все будет интересно. У нас конкуренция взвинчивается буквально с каждым годом. И это хорошо. Награждение на 400 вольный. Лера Егорова на ваших экранах. 4.08.68. Саша Быков из Санкт-Петербурга. Ну, кстати, Лера тоже вроде бы как за Санкт-Петербург выступает. Хотя она так же, как и сестра из Калининграда. Так, Саша Быкова. 4.07.32. Причем начало 2.03. То есть 2.04 развернулось. Девчонки к чему-то готовятся. Где-то у нас будет огонь, а не заплыв. Ну, а Лера Соломатина, не важно, как начала, не важно, как закончила, две подряд победы на дистанции 800 метров вольным стилем и теперь 400 метров вольным стилем. Ну, надеюсь, Лера полторашку уже не поплывет. Ну, куда ей? Зачем? Зато мы понимаем, что на следующий год эстафет 4 по 200 будет, ну, просто феноменальная. Очень надеемся, что Вереника Андрусенко не закончит свое профессиональное выступление. Ну, а так девчонки готовятся, готовятся. Все должно быть неплохо. Ну, про красоту и улыбки я уже, наверное, всем набил оскомину. Ну, согласитесь, что у нас самая красивая, симпатичная, быстрая и перспективная команда. Парни 50 вольный. И здесь, опять-таки, все было хорошо. На третьем месте Дмитрий Жаворонков, 21.58, Самара. Солидных ребят опередил. Тот же Кузьменко, Шевченко, Попков. Не просто так. Павел Самусенко, второй. 21.34. Я бы в другой ситуации сказал бы, не попал в касание, но этот-то как раз попал. Проигрывал много, а по факту 13 сотых. Но главное, настроение хорошее. Что у нас еще впереди? 100 вольный? Не удивлюсь. Не удивлюсь, если 100 вольный. К этому моменту победы на 100 бат и 100 спину. Данил Марков, опять же, боюсь ошибиться, но, по-моему, первая победа на чемпионате страны. В призах был, в призах стоял, в эстафетах участвовал, имеется в виду и на международном уровне, и на юношеских Олимпийских играх. Но вот победить, получить звание чемпиона страны, по-моему, у Даниила это вот в личном номере, да еще и на дистанции 50. Родная, любимейшая дистанция. Ну, конечно, конечно, доволен. Исторический момент для Даниила. Надеюсь, не последний раз. Ну, здесь тоже вся мощь российского плавания в трех улыбках, да? Что дальше? Дальше два финала и один полуфинал. И, собственно, все. Слушайте, как быстро у нас чемпионат России проносится. Не успеешь поздороваться, уже прощаться надо. В ближайшие несколько минут. 50 метров на спине. Мужчины финал. Кто? Правильно. Павел Самусенко. Я говорю, что там у нас следующее? Следующий у нас вот уже следующий заплыв. Затем полуфиналы на 100 метров брасом. С участием той же Юлии Ефимовой, Ники Гадун. Там много будет интересных персонажей. Сразу скажу, Юлия Ефимова попала в финал не с лучшим временем. Ну и дальше эстафета 4 по 200 королевая. Мы так привыкли уже 4,50, 4 по 100. Но 4 по 200 никто не отменял. И, собственно, вот эту дисциплину мы с вами посмотрим под занавес. В конце два награждения. Собственно, полтинник на спине и 4 по 200. Кстати, хочется сказать, в конце два награждения Павла Самусенко и эстафеты. Но, знаете, это еще вопрос. Это еще вопрос. Я думаю, что семь соперников по финалу пока не готовы отдать Павлу Самусенко. Лидерство. Кстати, напомню, что Павлу Самусенко будет противостоять Сереже Фесиков. Сережа отказался вчера от полуфинала на 50 вольный. Но вот от полуфинала на 50 на спине он не отказывался. И напомню, вчера по полуфиналам разница между Самусенко и Фесиковым была всего лишь 0,03. Если учитывать, что Самусенко только что пропал полтинник вольным, только что награждался и вот прямо сейчас побежал на старт, то у Фесикова было полнокровных полчаса на то, чтобы подготовиться к заплыву. Егор Даламанов закрыл финал накануне 24-22. Он представляет Волгоград. Дорожка номер 8 на 100 метровке был, сейчас пытаюсь вспомнить, вторым или третьим? Вторым или третьим? Леша Ткачев. Ждем 200 метровку. Там он явный фаворит. Ну а пока первая дорожка в финал на 50 на спине. Дима Мальцев. Вот опять-таки чуть-чуть не повезло на полтиннике вольным. Он там четвертым. Нет, не на полтиннике вольным, а где? На 100 комплекс. Там он четвертым оказался. Ну вот сейчас, может быть, на 50 на спине что-нибудь сотворит. Тюмень. Дмитрий Савенко. Калуга. Далее Саша Михайлов. Челябинск. Павел Татаренко поет по третьей дорожке. Санкт-Петербург. Сегодня уже в эстафете, по-моему, выступил. И еще где-то уже проплыл Татаренко. Не помню. Где-то еще поучаствовал Павел. Ну и в центре. Самый, наверное, интригующий вопрос дня сегодняшнего. Кто? Фесиков или Самусенко? Самусенко на этапе Кубка мира две недели назад опередил самого Климента Колесникова. Фесиков, честно говоря, не помню, когда последний раз выиграл полтинник на спине. Но разница по вчерашнему полуфиналу 3 сотых. Вы знаете, Сережа, мне кажется, сейчас выходит на старт с ощущением, да, я готов быть вторым. Но ты сначала опереди, а потом я тебе лапку пожму. Что касается Павла, ну, будем надеяться, что отдышался. Хотя такое ощущение, что он может вот прям проплыл, две минутки, еще проплыл, проплыл, еще две минутки, еще проплыл. Ну и улыбка, по-моему, даже через маску просвечивает, да. Парень за золотом идет. Но его еще надо добыть. Надо еще добыть. Мурманск. Дорожка номер 4. Рекорд мира у Флорана на Ду 22-22. Рекорд России 22-47 у Климента Колесникова. Чуть не рухнул на последней Европе, но пока стоит. Ну и Колесникова приезжают все юниорские рекорды. Здесь у нас, по-моему, вот я не помню, парни 2003-й, это еще юниоры. Если да, тогда у нас здесь Леша Ткачев, но он, по-моему, на 22 не претендует, да. Соответственно, ну, наверное, про юниорские рекорды 22-77, что там недолго одну цифру назвал. И все это рекорд мира, Европы и России в том числе. Итак, Самусенко против Фесикова. Четвертая-пятая дорожка в полуфиналах в 300-х разнице. Но Самусенко к тому моменту проплыл 100 на спине, полтинник вольный и, собственно, полтинник на спине. Фесиков к этому моменту проплыл 100 комплекс и полчасика отдыхал. Сейчас то же самое. Самусенко только что проплыл 50 вольный, только что наградился и, собственно, даже не присел. И что у нас получится в заплыве? Ну, из-под воды, мне кажется, выскочил лучше Павел, но Фесиков быстро догнал. На развороте у Самусенко лучше ноги брошены на борт. Из-под воды Самусенко первый выскочил. Ну, если все это умножить на везение, 23-16. Так, получается, третья победа подряд. Четвертая медаль. За четыре дня соревнований. Ну, и уже даже, по-моему, улыбаться нет сил. А может, недоволен результатом еще. Такое тоже возможно. Вот я бы сейчас послушал, что с лицом выходил, улыбался, выиграл и улыбка куда-то делась. Что произошло? Знаете, как мурманская погода. Вроде бы дует, а откуда, непонятно. Ну, и сейчас покажут нам все результаты. Фесиков второй, 23-58. Михайлов третий, 23-87. Меня еще интересует Ткачев 23-95. Даламанов, удачи, 13. Ну, Даламанов-Ткачев. Это мы ждем заплыва на 200 метров. Вот там должно быть интересно. Все-таки Даламанов был в призах на сотни. А значит, что-то у него там опять улучшилось и подросло. Ну, и Ткачев только что на Европе был в финале. Очень должно быть интересно. Это при условии, что у нас в строю Рылов. Тарасевич не выступает. Но не знаю, в связи с чем не выступает. Думаю, что Рылов на мире поплывет. Вот кто второй. Пока у Ткачева больше шансов, потому что он на Европе лучше выступил. Ну, если сейчас Даламанов что-нибудь такое сжахнет, то... А что делать тренерскому совету? Конечно, поставить сильнейшего. Так, далее у нас полуфинал на 100 брас. Да, я вам вещал за Рубу и сказал, что Юлия Ефимова попала в финал с лучшим временем. Это на самом деле так. Юлия Ефимова вышла вот уже сейчас. Зеленый купальник, розовая шапочка. Значит, она со вторым результатом. Давайте представим первую восьмерку. Вероника Кузнецова, дорожка номер один. Приморье, шестого года рождения, то есть еще два года по юниорам. Ника Гатун, выигравшая полтинник брасом, с результатом быстрее, чем выиграли Европу. Дорожка номер два. Москва. Настя Макарова по третьей дорожке подмосковья. Юлия Ефимова подмосковья по четвертой. Алена Ефимова, хантамансийский автономный округ Югра по дорожке номер пять. Оля Турчина, подмосковья по шестой. Лена Богомола, очень неплохо смотревшаяся на сто. Или даже на пятьдесят. Честно говоря, не помню. Богомола где-то первой влетела в полуфиналы. Она, кстати, юниорка пятого года. Нижний Новгород, дорожка номер семь. И Марина Гефлинг, хмау, Югра, дорожка номер восемь. Так, это у нас Турчину, да, показали? С таким серьезным настроем. Но понятно, что мы в первую голову следим за Юлей. Она у нас рекордсменка страны в данной дисциплине. Одна, две, девяносто одна. Сегодня утром Юля проплыла за одну шесть и пятьдесят. пятьдесят четыре. Гадун за восемь сорок одну. Ну, наверное, пока все. Почему Гадун? Упоминаю, потому что Гадун на Кубке мира по одной четыре укладывал элементарно. Ну, собственно, и на... Нет, на Европе она не плыла, по-моему, полтинник, да? Сотню, по-моему, не плыла. Так, Гадун у нас по дорожке номер два. Пока не торопится. Это у нас Ефимова и Богомолова. Впереди, черт повторюсь, Богомолова, получается, на сотке попал в полуфинал с лучшим временем. По-моему, из полуфинала вышло там что-то третий или четвертый. И не помню, по-моему, даже на подиуме стояло. Боюсь ошибиться, не припоминаю всего. Ну, и Ефимову здесь понятно, что быстрее всего. Вот я смотрю, Гадун уже третья в этом заплыве. Не особо торопится. Так вроде бы начинало. Собрано, а сейчас... А сейчас 1.6.9, да? 1.6.96, если я правильно считаю. Так, ну, Юля практически тот же результат, что утром. Отдышки нет. Все хорошо. Юля заявила, что впервые за всю свою карьеру выступит на Чемпионате мира. Но вот мне тут же написали, мол, что ты несешь. А я прочитал. Так вот, что ты несешь. Она же была бронзовым призером в Эдмонтоне, по-моему, да, мне написали. Или что там. Что-то какой-то канадский, по-моему, город был. И, мол, это был Чемпионат мира, и Юля была в тройке. Причем это было не совсем давно. Это прямо вот был 16-17 год. Ну, ребят, что прочитал, то произнес. Я же не должен помнить, кто где выступал, правильно? Это же Юля сказала, что она впервые в своей карьере будет выступать в коротком мире. Если уж она забыла, я-то тем более имею право. Второй полуфинал. Сто метров братцем. Ульяна Жданова по первой дорожке Москва. Даша Чекунова по дорожке номер 2 Санкт-Петербург. Юлия Безносова, Кемерова, юниорка пятого года по третьей дорожке. В центре тот самый человек, который опередил Юлию Ефимову. Причем сделал это не только сегодня в предварительных, но и на этапе Кубка мира. Если мне память не изменяет. Правда, на 200, на сотню она, по-моему, Юля тогда проиграла. Виталина Симонова. Новосибирск. 1.599 сегодня утром. Аня Ганус, Красноярский край по дорожке номер 5. Виктория Манушевич, Калуга по шестой. Аня Шакирова, та, что в комплексе у нас, да, в комплексе? Сейчас пытаюсь понять, в комплексе ли? Да, в комплексе была третьей. Из Санкт-Петербурга, юниорка пятого года. По дорожке номер 7. И Алена Розова, восьмая, также представляет Санкт-Петербург. И также 2005 года рождения, то есть юниорка. Так, смотрим за Виталиной. Вот я не знаю, Виталина выиграла этап Кубка мира, да, у Юлии Ефимовой в Казани. Там результат был что-то в районе, боюсь ошибиться, 2.17, да, или 2.18. И вот опять же вопрос. Впереди мир, есть Ефимова. У нее рекорд страны, но при этом, вот я не помню, в этом сезоне, по-моему, быстрее 2.18 не получалось, имеется в виду, по короткой воде. Есть Чекунова, которая неизвестно куда исчезла, но представители сборной, конечно, знают, это же я, ну, что называется, на отшибе за границей, ничего не понимаю, ничего не слышу. Есть Чекунова, которая в этом году уже 2.16 проплыла. Есть Темникова, которая ровно вчера вечером проплыла за 2.19, но в этом сезоне уже 2.18, по-моему, дважды проплывала, в том числе на Европе. И есть Симонова, вот иди выбирай. Понятно, что здесь должен работать спортивный принцип, понятно, что еще будут учитываться принципы отбора, которые прописаны в положении. Насколько я помню, Кубок мира в зачет отбора не шел, то есть Европа была и данный чемпионат. Итак, Симонова 5.32. Пока она остается лидером по итогам полуфиналов и предварительных заплывов. Но видно, что подустала. То есть это несколько более тяжелый был заплыв, чем у Юлии Ефимовой, хотя она тоже там пыталась давить отдышку. Видно было, что не купалась. Но Виталина даже не скрывает, что устала. Единственное, что у нее такое ощущение, что это не она устала, а жарко в бассейне. Такое тоже возможно, хотя в Питере новый бассейн. Так, давайте. Ефимова, Симонова, Гавнус, Гадун, Богомолова, Макарова, Ефимова, Чекунова. 1.7.50. Вот так закрывается у нас завтрашний финал на 100 раз. Как вы понимаете, пропустивших потом не спрашивайте, чем закончилось. Лучше посмотреть в прямом эфире, начиная с 18 часов по московскому времени. Так, ну у нас остался последний заплыв, последний финал дня сегодняшнего. Это эстафета 4 по 200, королевая, мужская. Согласитесь, неинтересным это быть не может. И у нас 8 команд. Там еще, кстати, надо было попасть в эту эстафету. Я говорил о том, что 4 по 50, 24 коллектива. Сейчас посмотрю, сколько 4 по 200 плыли. Ого! 20 коллективов плыли, 4 по 200. Вот это уровень чемпионата, вот это гордость, вот это действительно круто. Прежде чем говорить о том, кто будет в восьмерке, скажу, кто не попал. Это иногда интереснее. Москва 2. Москва 2. Я не издеваюсь над ребятами из Москвы, просто констатирую факт. Москвичи не попали. Кого еще из великих? Ну, Омск, конечно же, не попал. Почему про Омск упоминаю? Но у нас все-таки Мартин Малютин из Омска. И вот, ну, как-то, если появляется лидер, там весь регион начинает плавать эту дистанцию. Но вот Омск, здесь у нас как-то без него обошлось. Ну и все, наверное, больше над кем издеваться не будем. Перейдем к финалистам. Итак, финалисты на дистанции 4 по 200, королевая, мужская. Дорожка номер 8, это Татарстан. Здесь у нас Эрнест Максумов, Роман Кузнецов, Дмитрий Черкасов, Роман Яковлев. Краснодар, это Бачурин, Сидегов, Бабченко, Ходанович. Московская область на ваших экранах. Андреев, Фалимовский, Акимов, Травников. Чтоб по алфавиту набирали же трое на букву А. Но нет, конечно же, это лучшие. Причем Роман Акимов юниор 5-го года. Сударев, так, Свердловская область. Сударев, Калясов, Таран, Кузьмин. Новосибирск по дорожке номер 6. Опять Амаксим Обловацкий. Слушайте, без него вообще ни одна эстафета не проходит. Так, Обловацкий, Десятов, Костин, Виталий, Сашумилов. Санкт-Петербург, команда номер 1. Они, кстати, не первым попали в финал. Открою секрет, команда 2 была интереснее. Кукушкин, Федоров, Фофанов, Прибыток. А вот теперь Санкт-Петербург 2. И здесь довольно неплохой состав. Особенно все начинается с Леши Ртищева. Дальше Алексей Федькин, Матвей Гуков и Анатолий Нестеров. Вот такая четверочка у Питера под цифрой 2. Ну и, наконец, в центре Москва. Но здесь тяжело было не попасть. Тем более утром даже Егорова призвали в эту команду. Но вечером сделали даже замены. Данил Шаталов, Петр Жихарев, Никита Данилов и Николай Снегирев. Вот такой состав. Жихарев, мне казалось, все ближе и ближе к спринту в баттерфляе. Ну, то есть 100 бат. Ближе даже к полтиннику. И вдруг опять вести вольный. Ну, это хорошо. И это хорошо. Значит, тренировки не теряем. Николай Снегирев. Выиграл заплыв. Финал на 200 вольный. Данил Шаталов, боюсь ошибиться, победитель на 400 вольный. Да? Наш Данил Шаталов выиграл 400 вольный. Сейчас я посмотрю. Первый день соревнования. А то сейчас наговорю. А у меня потом помидоры полетят. Да, Данил Шаталов выиграл 400 вольный. Егоров был второй, Артищев был третий. Ну, вот, собственно, Егоров плыл в утренней эстафете Москвы. Финал не пробился, что называется. Ну, так бывает. Так бывает. Есть, ребята, поинтереснее. Все-таки Егоров у нас это 400, 800, 1500. Понятно, что 200 умеет. А, кстати, я же могу посмотреть утренние результаты. Это же тоже бывает интересно. Утром предварительные. Москва. Жихарев 46-35 первым этапом. Егоров последним этапом 48-31. Еще был Назарчук 48-96. И Третьяков 48-22. Из утреннего состава эстафеты только Жихарев. Представляете, Москва насколько хорошо укомплектована. У Питера, кстати, тоже у второй команды замены. А вот первый состав Санкт-Петербурга, по-моему, без изменений. Итак, что мы наблюдаем? Шаталов, Ртищев, Кукушкин. Ну, почему-то я не удивлен. Ртищев был третьим на 400. Шаталов выиграл 400. Ну и, собственно, почему не им начинать быстро? Ну, вот сейчас даже уплыли. Уплыли Питер и Москва. Это Шаталов и Кукушкин, да? Нет, это Шаталов и Ртищев. Разница небольшая. И... На первом этапе у нас 43-75. А сколько у нас выиграли? 200. 43-87. Шаталов был вторым. Ну, сейчас 43-85. То есть, за свою команду отработал прям-таки замечательно. Не хуже, чем в личном номере. Так, на вторых этапах. С первой по восьмую. У Сидегов, Колясов, Федоров, Жихарев, Фетикин, Десятов, Алимовский, Кузнецов. У Москвы на последнем этапе будет плыть чемпион на 200. Шаталов получился на первом этапе. И на последнем Снегирев. В центре, ну, я так понимаю, слабые звенья. Хотя, еще повторюсь, Жихарев и утром плыл 46 с копеечками. 46 ли? Уже опять забыл, сейчас наговорю. 46, может, это позорно. Я-то не ориентируюсь. Я-то дельфинистом не можно. Жихарев утром первым этапом. Да, 46-35. Все-таки вот не ориентируюсь, но память еще остается. Итак, сейчас большой отрыв. Собственно говоря, у нас троечки определились. Конечно, можно что-то изменить. Но, пометуя об утреннем проплывании, все-таки, наверное, Питер, Москва, ну, то есть Москва, Питер и Питер один. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вторая команда Питера выиграет у первой. Ну, может быть, может быть, такое тоже произойдет. Сейчас вот как раз именно между двумя командами Санкт-Петербурга ведется отчаянная борьба. У Москвы на дистанции Данилов, у двух питерских коллективов, там небольшая разница. За первую команду Фофанов пытается догнать Матвей Гукова. Там очень небольшая разница. И на последних этапах за вторую команду Питера Нестеров, а за первую команду Питера Прибыток. Давайте всех третьих номеров назову. Ну, с первой по восьмой дорожку Бабченко, Таран, Фофанов, Данилов, Гуков, Костин, Акимов, Черкасов. Так, ну, Москва выигрывает очень даже много. Но про рекорд, наверное, я не буду говорить. Все-таки, ну, нет, наверное, рекорд России-то, конечно же, устоит там. Даже если бы... Да нет, все равно, даже придумывать ничего не буду. Просто наблюдаем за тем, как сборная Москвы за явным преимуществом, не нашедшая в составе вечерней эстафеты места Егорову. Кстати, Егоров плыл 200-вольный, а то сейчас будет тоже любопытно, если даже финалисту личного заплыва на 200-вольный не нашлось место в финальном варианте эстафеты. Нет, от Москвы в финале были как раз Данилов. Он показал шестой результат. Шаталов показал второе время. И Снегирев, который выиграл. Ну, что называется, все по рейтингу. Все по рейтингу. Никита Данилов завершает свой третий этап. Смотрите, как спина покраснела. Ох, тяжеловато. И на дистанции чемпион России на 200-вольный. Николай Снегирев. Боюсь, ошибиться тоже впервые выиграл чемпионат страны. И вот сейчас 4 по 200, что называется, полирует этот титул. Станет двукратным. Оба раза в аббревиатуре будет цифра 200. Или число 200. Как правильно? Число, наверное, 200. В личном номере и в эстафетной гонке. 4 по 200. Ну, а у Питера там заруба. И, кажется, первая команда в лице Саши Прибытка потихонечку берет вверх над командой номер 2. Там работает Анатолий Нестеров. Ну, Прибытка и опыта побольше. И, я так понимаю, скорости все-таки заявленные повыше. Давайте все четвертые номера я назову. Начиная с первой дорожки. Ходанович, Кузьмин. Ходанович, Кузьмин. Прибыток, Снегирев, Нестеров, Шумилов, Травников, Яковлев. И напомню, что по завершении этой эстафеты у нас останется, ну, наверное, красивые картинки. А далее награждение. Дали награждение. Полтинник на спине. Мы были абсолютно правы, что это Павел Самусенко. И, собственно, команда Москвы получит золото за эстафеты 4 по 200. Ну, здесь уже только дисквалификация на фальстарте может быть. Вот, наконец, первая эстафета, когда Москва может позволить себе переходы и по секунде. Да, все-таки, когда ты бассейн выигрываешь, вроде бы, сколько ты стоишь на тумбочке, уже не важно. Ну, вот, собственно, в таком бы стиле выигрывать все эстафеты, тогда бы никаких вопросов. Итак, сборная Москвы завершает эстафеты 4 по 200 победы. Хотя, ребята, я так понимаю, и без этого знали, что они выиграют. Ну, что, 3 финалиста в составе личной 200-метровки. И, посмотрите, 10 секунд преимущества над ближайшим преследователем. Издевательство, конечно, но красиво. Две команды Санкт-Петербурга финишируют вторым и третьим. Ну, и мы с вами потихонечку готовимся, во-первых, к награждению дня сегодняшнего, во-вторых, уже предвосхищаем следующие дни. Ну, пятый день, он у нас еще будет такой похожий на все предшествующие, то есть будут финальные, полуфинальные заплывы. Все будет любопытно. Я, честно говоря, очень жду женского заплыва на 200 комплекс. Не знаю, почему. Там сразу несколько фамилий всплывают. Та же Сорокина, та же Белякова, Кривоногова. Очень хочется, чтобы Ир Кривоногова здесь себя проявила. Ну, и, собственно, Шакирова. Почему бы нет? И на Шакирова с удовольствием посмотрим. 100 метров вольным стилем мужчины. Это будут полуфиналы. Как вы понимаете, нелюбопытным это быть не может. Еще один финал нас ждет. Это 50 бат мужчины. Сегодня мы с вами наблюдали Олега Костина, и он был от рекорда России буквально в двух десятых, если мне память не изменяет. Далее у нас еще будут финалы 50 на спине девочки. Ну, наконец-то с первым результатом в финал попадает Даша Васькина. У нее есть уже бронза на 100 метров. У нее есть серебро на 50 бат. Ну, вот, наконец, есть шанс выиграть. Почему говорю, есть шанс? Потому что, ну, прошлый сезон явно Васькиной в зачет поставить нельзя. Ну, вот, наконец, осень. Ну, вот, звание чемпионки страны будет очень-очень даже хорошей поддержкой для Даши Васькиной в это, не знаю, сложно или не сложно, в это время. В это время. Очень надеюсь, что еще и на чемпионат мира съездят, и там еще улучшат свои показатели. Так, далее у нас еще будет финалы на 50... не понял. А, это я уже опять перескочил на пятый день. Так, еще у нас будет 400 комплекс мужчины. Ну, здесь опять Заруба Ступин против Пасынкова. Но здесь уже у Макса Ступина побольше шансов. Он все-таки участник Олимпийских игр. Да и так вот за последние пару сезонов у Ступина получалось интереснее. Напомню, что Пасынков выиграл 200, и сегодня на 100 комплекс был вторым. Вот завтра 400 метровка. Может быть, кстати, и не поплывет. Тем более, что у нас есть Илья Бородин, чемпион Европы, и рекордсмен среди юниоров мира в этой дисциплине. Он же рекордсмен России. Поэтому, по факту, разыгрывается одно место для участия в чемпионате мира. Ну, и, собственно, сколько претендентов будет, поглядим уже завтра в предварительных. Женщины 100 браз мы видели сегодня. Тут пока еще сложно понять. Юлия Ефимова влетела в финал с лучшим временем. Причем с таким приличным преимуществом перед Виталией Симоновой, Никой Гадун. Но мне показалось, что Никой Гадун еще не все показала. И по 1,4 она в этом сезоне уже плавала. Что касается Виталины, ну, как-то тяжковато было в полуфинале. Но, может быть, в финале что-нибудь опять прорвет. Поэтому 100 браз тоже ждем. Ну, и женская 4 по 200. Не самый любопытный заплыв. Но думаю, что там все равно получится что-то веселое и интересное. Хотя Свердловск, ну, опять же, с одной стороны мы говорим о Свердловской области и Лире Соломатиной, которая выиграла 400 и 800 метров в вольном стиле. Но наберут они достойную четверку. Это вопрос. Это вопрос. Поглядим, посмотрим. Ну, и шестой день. Как я говорил, соревнования начинаются ровно на час раньше. То есть не в 18 часов по Москве, а в 17 часов по Москве. Ну, и, как вы понимаете, это самый звездный прощальный день чемпионата страны. Только финалы и церемонии награждения. Никаких полуфиналов, никаких откладываний на завтра. Только заплывы за медалями и титулами. Ну, и там будет, конечно, полная феерия. Все, чего не досмотрели мы за предшествующие пять дней, увидим в последней шестой. Так что не пропускаем наших трансляций. Сегодня в завершении две церемонии награждения. Полтинник на спине Павла Самусенко. Ну, и, наверное, Фесикова, да? Хотя, ну, трех же нужно назвать. Назовем. Это пока не сложно. Самусенко 23.16. Фесиков 23.58. 23.87. Результат Саши Михайлова. Ну, и напомню, что сегодня Самусенко был уже вторым на 50-вольный. Чуть-чуть, кстати, проиграл. Ну, а Фесикова, вот как раз мы видим этот заплыв в 100-комплекс. Ничего не понял я в конце, потому что, ну, вроде бы, королист, вроде бы, должен был еще усугубить свое преимущество. Но почему-то подпускал Данила Пасенкова всегда к себе в конце Сережи. Но 52.05. В принципе, очень неплохо. Впоследствии еще и второй результат на 50 на спине. Понятно, что это не в команду, потому что Павел Самусенко, да, и так оказался быстрейшим. Но плюс еще и лидерство Климента Колесникова. А там при желании еще и Женя Рулов может поинтереснее проплыть. 100-комплекс женский, Иршваева. Конечно же, заплыв был в одну калитку. И, казалось бы, в нашем комплексе все вакантно. Забирайте, кто хотите. Но давайте еще раз напомним. У нас есть Маша Каменьев, у нас есть Иршваева. Это все прекрасно. Две юниорки стоят на подиуме. Причем одна из них уже обладательца... Ну, нет, пока еще не обладательца, но очень близко к рекордам Европы среди юниоров. А второй целый год запаса. И плюс у нас еще... Я все равно хочу приплести сюда Вику Белякову. Полгода, как она восстанавливается после декрета и уже попадает в финал. И думаю, что на 200-метровке восьмерки она должна оказаться. Во всяком случае, я это очень желаю видеть. И даже если она не выиграет и не пойдет в троечку, это уже будет шаг к отбору. Отбор у нас в апреле. Так что здесь не все однозначно. Это мы смотрим, как Лера Сломатина выиграла 400 вольный. И вчера на 800 мы уже поняли, что на 400 ей равных не будет. Сегодня она еще раз это доказала. Причем по лицу я не понял, что вот у нас после 400, чем недовольна. Может быть, какой-то был норматив, с которым Лера не справилась. Ну, а какой может быть норматив, если есть Егорова, есть Кирпичникова, которые на Европе заняли первое и второе место. Не знаю, какой может быть у нас еще норматив и чему расстроилась Лера. Ну, а это полтинник вольный и Даниил Марков. Первая победа в карьере на чемпионате страны. Реакция соответствующая. Оно, в принципе, и дистанции соответствующие, ну и реакции соответствующие. Ну и награждение. У нас только парни, поэтому скупые мужские ухмылки. Две дистанции мы сейчас с вами награждаем. Полтинник на спине мужчины и затем 4 по 200 в исполнении сборной Москвы. Награждение проводят, если вот с такого расстояния я правильно вижу. Неправильно я вижу. Висят на спине и Александр Михайлов. Там, кстати, четвертый результат показали двое сразу. Одинаковое время. Я за Диму Мальцеву все переживал. Но там еще Паша Татаренко показал результат 23.90. И, собственно, вот три сотых не хватило сразу двум парням. Саша Михайлов оказался самый удачливый среди них. При этом он участник той самой Челябинской эстафеты, которая была дистанцирована в начале. Поэтому, ну, в какой-то степени, наверное, ему это воздалось. Сережа Фесиков после победы на 100-комплекс сегодня еще и серебряный призер на 50-й спине. Ну и Паша Самусенко тоже не понял реакции на полтинник на спине. Такая вроде бы улыбка перед началом. И, ну, довольно сдержанные эмоции после финиша. Чего, собственно, ждал Павел и чему был расстроен, я не разобрался. Может быть, устал. Ну, сейчас все-таки выдавил из себя. Хотя Аскал не показал. Ну, хотя бы, как говорится, щеки... Нет, все нормально. Нет, ну, рядом с Фесиком попробуй не залыбайся, когда тебе ровно в макушку смотрят и что-нибудь веселое говорят. Истафетчики. Истафетчики у нас сегодня две команды Санкт-Петербурга. Причем, если в предварительном там вторая команда Питера творила чудеса, то в финале, что называется, повторно не получилось. Вынуждены были уступить первой команде Санкт-Петербурга. Финальные варианты Стафеты. Ртищев, Федькин, Гуков и Нестеров. Результаты следующие. У Ртищева 44,56. Дальше Федькин 47,34. Гуков 48,58. И Нестеров 49,06. Конечно же, у ребят шансиков было минимум. Ну, вот Ртищев им еще более-менее помогал. Но, кстати, сильнейший из питерцев в заплыве на 400-вольный. Первая команда Санкт-Петербурга оказалась все-таки сильнее. Но не сразу. Как говорится, Ртищев сделал задел. И потом пришлось догонять. Но я так мое самолюбие не позволило проиграть своей второй команде. Поэтому Питер номер раз на второй позиции. Кукушкин первым этапом 47,49. Федоров 44,44. Фофанов 47,47. И в конце Саша Прибыток 47,86. Ну и, наконец, команда Москвы. На первом этапе Данил Шаталов. Победитель на 400-вольный и серебряный призер на 200. Причем первым этапом показал результат абсолютно такой же, какой был в финале на 200-вольный. Ну, то есть выложился по полной. Здесь было 43,75. Петр Жихрев на втором этапе 43,35. Ну, то есть абсолютно не уступил. Почему не был в финале? Честно говоря, не помню, плыл Жихрев в 200-вольный или нет, но показал, что вполне мог быть четвертым москвичем в финале. Данилов здесь немножечко придерживал себя, потому что бороться было не с кем. Отрыв был уже в полбассейна. И 46,64. То же самое. Николай Снегирев тоже особо не убивался. Будучи чемпионом страны, ему хватило для того, чтобы доплыть лидером с преимуществом в 10 секунд за 43,52. Вот, собственно, и все, что нужно знать о эстафете 4 по 200. Ребята еще анекдоты друг другу рассказывают. Ну, и все, что нужно знать о четвертом дне соревнований чемпионата страны. На всем я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Будьте здоровы. Я рассказал, что вас ждет в последние два дня. Умоляю, не пропускайте, потом будете жалеть. Ну, а сейчас будьте здоровы. Умоляю, не пропускайте. Ну, а сейчас … Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»